Здравствуйте! Итоги дня, как обычно, подведем в программе «Вовремя» в студии Станислав Стоянов. Смотрите сегодня. Получать пенсии двух государств, насколько это справедливо, решали депутаты. Остались последние штрихи. В столице готовят к сдаче детский сад, построенный евразийской интеграцией. Встал под знак «Готовься платить» любители парковаться в неразрешенных местах под особым контролем ГАИ. Как неприметные здания превращаются в достопримечательности, в столице завершен ремонт центральной аптеки. Соревнование умов в международный турнир имени Ломоносова прошел в Приднестровской столице. Актриса, режиссер и педагог, основатель театра драмы и комедии Надежде Аронецкой сегодня исполнилось бы 95. Сегодня Абхазия отмечает 21-ю годовщину независимости. Этот день также вошел в историю страны, как дата освобождения Сухума от грузинских войск и окончания боевых действий. Свои поздравления в адрес президента и народа Абхазии направил Евгений Шевчук, глава нашего государства отметил. 30 сентября – знаменательная дата в истории вашей страны. Этот день стал символом торжества, стремления абхазского народа жить в суверенном государстве, основанном на демократических принципах свободы и верховенства права. В Приднестровье высоко ценят сложившиеся между нашими государствами дружественные и братские отношения, основанные на принципах уважения, доверия и поддержки, общности, духовных и культурных ценностей. Убежден, что и в дальнейшем взаимовыгодное партнерство, как в политической, так и в гуманитарной сферах, будет расширяться и укрепляться на благо братских народов обеих республик. Можно ли получать несколько пенсий в разных государствах и законно ли это? Депутаты Верховного Совета рассмотрели на сессии соответствующую инициативу. В бывших советских республиках получение одновременно двух социальных выплат незаконно. Однако, преднестровские парламентарии считают иначе. В следующем материале расскажем, почему. В Приднестровье не редкость, когда граждане получают пенсию не только в нашем государстве, но и за его пределами. Поэтому законодатели предложили ограничить социальные выплаты в Приднестровье, если пенсионер получает их в другом государстве. Мы разработали данную инициативу и говорим, что с учетом императивной нормы, что гражданин застрахован, гражданин получает пенсию в соответствии с законодательством, но в случае, если получает пенсию в иностранном государстве, прекращается на территории Приднестровской Молдавской Республики. Например, в Украине гражданину, который получает пенсию еще и в России, грозит уголовное наказание. Речь идет о лишении свободы на срок от трех до восьми лет. – Человек, проработав всю жизнь Приднестровской Молдавской Республики, Молдавской ССР, Приднестровской Молдавской Республики, заработал здесь пенсию, получает пенсию. Ну, извините, как в том анекдоте, но повезло. Получилось у него оформить пенсию еще в Российской Федерации. Вы предлагаете нашего гражданина, нашего гражданина в первую очередь, потом гражданина Российской Федерации, Украины, неважно кого, лишить пенсии у нас. Получается, что гражданин за один и тот же период получает пенсию и в одном государстве, и в другом. И то, что говорится, если человеку повезло или умудрился, он пошел на нарушение законодательства. Поэтому поддерживать это, и тем более на законодательном уровне, это недопустимо и нецелесообразно. Если следовать такой логике, число двойных пенсионеров в Приднестровье может увеличиться. И это несмотря на то, что наши граждане считают получение двух социальных выплат одновременно неправильным. Ну, человек все-таки заработал одну пенсию. Я, допустим, если бы получал пенсию, я бы тоже хотел бы получать две пенсии. Но это же незаконно. Я считаю, что это несправедливо. А, во-первых, куда смотрят те начальники, которые проверяют. Я сдаю свои документы на пенсию. У меня же видят, откуда я, и прописка, и где я работала, и все. Если ты гражданин России, ты должен получать пенсию гражданина России. Если ты гражданин и Приднестровья, и России, это же не значит, что ты должен получать две пенсии. Как это так может быть, что получать две пенсии? Это называется уже как уголовное преступление. Несмотря на все приведенные аргументы, депутаты отклонили инициативу о запрете получения двух пенсий одновременно. Она не набрала достаточного количества голосов. И это в то время, когда компетентные органы на постсоветском пространстве ломают голову на тем, как одолеть подобную предприимчивость граждан. Александр Логутин и Олег Ковленко. Первый Приднестровский телеканал. Евразийская интеграция построила первый объект. Автономная некоммерческая организация подарит республике детский сад, обучение в котором будет вестись на двух официальных языках – русском и молдавском. Сегодня был подписан документ о начале работы комиссии по приему детсада на баланс Приднестровья. Александра Комплеева с подробностями. Новый детский сад должен разгрузить очереди в дошкольные учреждения. С его открытием появится 200 новых мест. Именно на посещение такого количества детей он рассчитан. Сейчас работы по оформлению и отделке здания подходят к завершению. И через неделю-другую детский сад Бубу Роза при Молдавском лицее в Террасполе будет не узнать. Дошкольные учреждения практически готовы к эксплуатации. Осталось повесить шторы, расставить мебель и решить некоторые организационные вопросы. Качество. Действительно, говорим об очень хорошем и высоком уровне строительных работ. Весь абсолютно инвентарь, который был закуплен, заказан на территории Приднестровской Молдавской Республики. И действительно, все абсолютно товары сертифицированы. Сегодня вы видели 147 позиций детских игрушек для всех групп. Основные работы окончены. Сегодня уже начали процесс приема-передачи детского сада Приднестровью. Подписание соответствующих документов запустило работу специальной комиссии. Входящие в ее состав специалисты определят безопасность здания и соответствие детского сада государственным нормам и стандартам. Есть стандарты, которые в Российской Федерации приняты одни, а в Приднестровской Молдавской Республике другие. Так мы выбираем именно те стандарты, которые более требовательны, более высокого качества требования, именно на те и равняемся. Если это в Российской Федерации такие, значит мы на них равняемся. Если в Приднестровской Молдавской Республике, значит на них равняемся. Поэтому у нас в любом случае все по высшему пределу качества сделано. Отличительной чертой нового детского сада является то, что обучаться ребята здесь будут на двух языках. Новое дошкольное учреждение создано для того, чтобы не просто воспитать полиглотов, а вырастить детей солидарных к культуре разных народов. Сейчас мы в соседнем государстве наблюдаем, что запрещают говорить на каком-то языке, вплоть до того, что берут в руки автомат и убивают друг друга. Вот у нас как раз наоборот. Пусть говорят на любых языках, на которых хотят. Пускай ту культуру поднимают, которую считают нужной. А мы должны этому просто способствовать и развивать детей именно в таком направлении. За ходом работ на объектах евразийской интеграции представители Приднестровья следят очень тщательно. Все для того, чтобы строительство социальных объектов шло без проблем. Мы вот этим вопросом, который сегодня на евразийской интеграции заканчивается по строительству, решим серьезный социальный вопрос по обеспечению наших детей детскими садиками. И самое главное сказать, что этот детский садик будет в принципе сдан под ключ, то есть ничего не надо будет приобретать. Несмотря ни на что, мы практически в полтора раза быстрее строим эти объекты, чем они строятся на территории Российской Федерации. Конечно, здесь благодаря позиции, прежде всего, президента, правительства, которые все делают для того, чтобы эти объекты были построены как можно быстрее. Сегодня садик Бубу Розу укомплектован уже наполовину. Родители стараются как можно скорее записать своих детей в новое учреждение. Следующий объект, тоже детский сад, будет сдан в октябре. В евразийской интеграции пообещали к концу года закончить еще несколько проектов. Александр Комплеев, Александр Тыш, 1-й Приднестровский. Внешний облик столицы существенно изменился. Одним из достопримечательностей эти распольчания теперь по праву могут считать и дом в центре города. Старожилы признаются, ремонтных работ там не проводили уже больше полувека. А центральная аптека, расположенная там же, теперь привлекает не только содержанием, но и внешним видом. Обо всем подробнее в нашем сюжете. Одна из самых посещаемых аптек города, бывшая восьмая, как все привыкли ее называть, с недавних пор уже государственная. В начале прошлого года ее закрыли для проведения масштабных восстановительных работ. Нам уже год исполнился. Мы открылись в прошлом году 31 августа. Ремонтные работы были проведены полностью торгового зала, заменены окна, поменена отопительная система, канализация, трубы, водоснабжение, полностью поменена проводка. Все средства были выделены из внебюджетных источников. Всего больше миллиона рублей. Проект реализовали под руководством главы государства. В Минздраве говорят, это одна из самых крупных сетей госаптек. Их начали открывать в 2012-м в первую очередь с целью регулирования цен на рынке фармпродукции. Сейчас в госаптеках препараты можно приобрести с экономией до 30%. Если на начало работы в сети Губрикфарм было порядка 200-500 наименований медико-фармацевтической продукции, то на сегодняшний день ассортимент расширен. И в своем арсенале мы имеем уже более 2000 единиц наименований различных медикаментозных препаратов. Это еще один немаловажный фактор, подкупающий преднестровцев. А совсем недавно аптека поменяла и свой внешний облик. Такое архитектурное решение все чаще заставляет обращать на себя внимание прохожих. Красиво и вообще больше зданий таких. Пусть так дальше будет, чтобы улучшался наш город, красивым был. У меня не столько цена, сколько ассортимент. Я когда что-то искала, честное слово, я приезжала сюда в эту аптеку. Я первый раз как-то зашла, мне понравилось, я теперь сюда хожу постоянно. Сеть государственных аптек растет и развивается. Уже на следующей неделе еще одну откроют в Бендерах, а в ноябре в Рыбницкой поликлинике. Сузанна Авокяна и Сергей Василев, Первый Приднестровский телеканал. Тираспольский медицинский колледж имени Тарасевича отмечает день рождения. За 84 года из стен учебного заведения выпустили порядка 19 тысяч медиков. Сегодня некоторые из них – ведущие специалисты Приднестровья. Немало выпускников осталось в колледже в качестве преподавателей. О том, как течет жизнь студентов и педагогов, расскажет Наталья Цыку. Это здание было построено в 1953 году и сразу сдано в эксплуатацию как учебный корпус тогда еще медицинского техникума. Сегодня это Тираспольский медицинский колледж. Здесь обучается порядка 700 студентов, тогда как первый набор слушателей состоял из 40 человек. Для Лилии Вадимовны это место и вовсе второй дом. Здесь прошли и студенческие годы, и 30 лет практики. Свою жизнь она посвятила преподаванию. Мы свой труд, то, что мы вкладываем в студентов, видим гораздо позже. Но вы знаете, это действительно очень важно. Когда они приходят с практики, рассказывают, что мы сделали по столько-то инъекций, и у нас все получилось, и пациенты благодарят и говорят, что да, действительно, ваши студенты молодцы, они все это умеют делать. Студенты в колледже обучаются по семи специальностям. Андрей выбрал профессию фельдшера. Ему еще только предстоят госэкзамены, но с выбором места работы он уже определился. Скорая помощь. Коды учебы помогли Андрею справиться с волнением в экстренных ситуациях. Сейчас он вспоминает, что чувствовал, когда в первый раз сделал пациенту инъекцию. Ощущение, конечно же, воплощение такое, что я сумел, у меня получилось, я смог. Но нужно где-то в чем-то подкорректировать, какой-то недочет, эту боязнь, дрожь какую-то первую в последующие разы. Преподаватели говорят, юношеский интерес, с которым приходят студенты, к выпускному курсу перерастает в ответственность. Во многом этому способствует правильный подход к образовательному процессу. У нас студенты вначале занимаются в кабинетах доклинической практики. Мы отрабатываем все навыки здесь, в кабинете. Вначале на муляжах, потом они учатся друг на друге, только после этого они идут в клинику. Практика в лечебных учреждениях длится от трех до девяти недель, в зависимости от специальности и курса обучения. Многие врачи республиканского уровня начинали свой путь именно с этого колледжа. Здесь получали свой первый медицинский опыт и нынешние преподаватели учреждения. Наталья Цыку, Тимофей Чекан, Первый Приднестровский. Не за горами тот день, когда Приднестровье и Россия воссоединятся. Об этом в Кишиневе заявил известный российский писатель Сергей Шаргунов. На встрече он рассказал о событиях на Украине и дал эксклюзивное интервью нашему телеканалу. С писателем пообщался Александр Логутин. Сергей Шаргунов – известный российский писатель, главный редактор сайта «Свободная пресса». Журналист-международник по образованию сегодня один из самых цитируемых публицистов России. На встрече в Кишиневе он рассказывал о современной прессе, ее ответственности и свободе. Постоянно затрагивал ситуацию на Украине. Кризис в этой стране сейчас беспокоит многих. Могу сказать только одно, что мне кажется, все происходящее не должно разводить людей. Как с этим быть? Другой вопрос. Есть все-таки достаточно близкие люди, которые оказываются в заложниках у этого нездорового ажиотажа. Сергей Шаргунов рассказал о своей журналистской командировке в Донецк. Он был там, когда вспыхнули ожесточенные бои, которые привели к многочисленным человеческим жертвам. Оценил ситуацию на месте, узнал настроение жителей Донбасса. Конечно, Донбасс не будет уже в составе Украины. Это совершенно понятно. Кто бы, с чьей стороны, не пытался кого-то заставить. Я сторонник, на самом деле, демократических процедур. Не нравится тот прежний референдум 11 мая. Хотя, у кого бы я там не спрашивал, все ходили, говорят, что такой явки не было. Давайте проведем новый референдум. Вот что-то мне подсказывает, что ни наша прогрессивная общественность, ни западные партнеры ничего этого не захотят. Одним можно, другим нельзя и так далее. Российский писатель внимательно следит и за ситуацией в нашем государстве. Он считает Приднестровье первой точкой собирания русского духа. Называет республику частью русского мира, где многие люди за право говорить на своем языке заплатили жизнью в начале 90-х. Беда ситуации с Приднестровьем состоит в том, что, к сожалению, Россия не оказала должной поддержки. Я это видел все эти годы и по-прежнему, к сожалению, продолжаю видеть, что поддержка недостаточная. Я бы хотел, конечно, гораздо более тесных отношений России к Приднестровью, чтобы не было никаких блокад, никаких препонов, чтобы было нормальное развитие, чтобы были нормальные инвестиции. Соответственно, конечно, и сама жизнь приобретет другую динамику. В будущем Союз России и Приднестровье приобретет новые формы, говорит Сергей Шаргунов. Он уверен, что наша республика будет признана. По его мнению, последние драматические события на Украине подвинули Приднестровье к возможности признания. Я могу сказать вообще всем своим, нашим, братьям, тем, кто живет в Приднестровье, простые слова. Я с вами, и Россия с вами. И вы должны понимать, что Россия – это сила. Не должно быть ощущения безвоздушного пространства, пустоты. С вами многие миллионы, абсолютное большинство граждан России. И уверяю вас, что в самой России происходят процессы неизбежного выздоровления. Это значит, что не за горами тот день, когда мы сможем по-настоящему соединиться. Сергей Шаргунов уверен, что Россия не оставит Приднестровье. По его мнению, у нашей республики есть огромные шансы для успешной работы в Евразийском Союзе. Александр Логутин, Игорь Харламов, Первый Приднестровский телеканал. Правила, в которых не может быть исключений. Привычка парковаться, где хочу, вскоре должна уйти из умов наших водителей. Во всяком случае, на это надеются в госавтоинспекции. Сейчас к таким нарушителям особое внимание. Номера снимать не будут, накажут виновников другим способом, каким именно, узнавал Валентин Васильев. Водители, оставляющие свои автомобили под знаками, запрещающими стоянку или остановку, создают немало хлопот не только сотрудникам ГИИ. Затрудненное движение или ограничение видимости из-за неправильно припаркованной машины может привести к аварии. Сегодня к таким нарушителям применяют наказание в виде денежного штрафа. Инспектором ДПС составляется административный протокол, либо выписывается штраф квитанции на месте. При выявлении данного вида правонарушения используются средства фото- и видеофиксации. В дальнейшем владелец данного транспортного средства приглашается в территориальное подразделение для дальнейшего разбирательства. Определить хозяина машины нетрудно. Но как быть с теми, кто уже давно продал свое авто по доверенности, а штрафы продолжает получать? Республиканское управление ГИИ уже работает над решением этой проблемы. В связи с этим есть законодательная инициатива о том, чтобы к административной ответственности привлекать самого владельца. Но у нас при прохождении техосмотра имеется журнал, у всех подразделений ведется журнал учета доверенности. То есть, если автомобиль на технической осмотре представляет лицо по доверенности, данные заносятся в наш журнал. И, соответственно, на сегодняшний день мы можем определить, кто управляет данным автомобилем по доверенности. Что касается машин, оставленных под запрещающим знаком на долгое время, то их пока эвакуировать не будут. Но, возможно, в скором времени такие нарушители будут искать свои автомобили на штрафных площадках. Управлением ГИИ уже подготовлено соответствующее предложение о внесении изменений в админкодекс. Эвакуация происходит только в случае, если транспортное средство полностью мешает движению транспортных средств. Только в таких случаях транспортное средство может быть эвакуировано на эвакуаторе, на специализированной стоянке. Наказывать за неправильную парковку и остальные виды нарушений будут и жители других стран. Размер штрафа для иностранных граждан такой же, как и для преднестровцев. Чтобы иностранцы не покидали республику, забыв заплатить за свое правонарушение, создается единая онлайн-база. Через нее информация о правонарушении будет моментально попадать на пограничные пункты пропуска. Планируется, есть инициатива о том, чтобы при пересечении пунктов пропусков на границе нашей республики им будет предложено уплатить штраф на пунктах пропуска. Ограничения в выезде коснутся и преднестровских нарушителей. Оплатить штраф они также смогут прямо на границе. С завтрашнего дня в Приднестровье начинается осенний призыв на военную службу вооруженной силы республики. Соответствующий указ подписал президент Евгений Шевчук. Работа призывных комиссий продлится с 1 октября до 30 декабря 2014 года во всех городах и районах ПМР. Призыву подлежат мужчины от 18 до 27 или 30 лет включительно, если призывник окончил вуз и зачислен в запас с присвоением воинского офицерского звания. Что же касается каких-то новшеств в проведении данного призыва, то единственное, что хотелось бы отметить, прежде всего для призывников и их родителей, что все ребята, которые будут проходить комиссию и кому будет предоставляться отсрочка для продолжения образования в высших учебных заведениях, то им будет отсрочка предоставляться только для обучения на первом курсе. После завершения обучения на первом курсе они будут подлежать призыву в ряды вооруженных сил. После службы в вооруженных силах в течение 12 месяцев они будут уволены и, соответственно, будут восстановлены. Около 27 миллионов рублей штрафа и лишения свободы сроком на 6 лет. Такой приговор был вынесен каждому руководителю фирмы «Аэроплан». А вот что грозит преступникам, похитившим человека, расскажет Александр Кожухарь. Если после сдачи дома предъявленный счет за строительство кажется вам завышенным, можно через посредников, так сказать, наехать на директора фирмы. Именно так поступила жительница столицы, отчего лица действовала учредитель агентства по продаже недвижимости. Чтобы подтвердить свои незаконные требования возврата средств, фриэлтор показал эффективное заключение эксперта и потребовала компенсировать разницу в размере 50 тысяч долларов. В период времени с середины ноября 2013 по декабрь 2013 года Чумаченко под угрозой применения насилия к директору данной фирмы неоднократно высказывала ему требования о передаче ей денежных средств. Опасаясь реального наступления, высказанных со стороны Чумаченко укроз, потерпевший был вынужден передать ей часть обозначенной суммы в размере 15 тысяч долларов США. К этому риэлтор потребовала выплатить еще дополнительную тысячу долларов, так как, по ее словам, эти деньги были потрачены на проведение экспертизы. И чтобы у потерпевшего не было сомнений в том, что деньги нужно выплатить, привлекла в качестве группы поддержки поддельников с богатым криминальным прошлым. Нанятые Чумаченко поддельники с целью оказания давления на потерпевшего избили его, причинив телесные повреждения средней тяжести, после чего похитили его супругу. Мужчина, опасаясь за жизнь и здоровье своей супруге, передал им указанную сумму денег. На время расследования уголовного дела всем обвиняемым была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Если дальнейшую судьбу похитителей суду еще предстоит решить, то что ожидает в ближайшее время руководители аэроплана уже стало известно. Напомним, в ноябре 2013-го производители минеральной воды Варница Уникум предлагали 40 тысяч долларов США в качестве взятки начальника службы госнадзора. В эту сумму предприниматели оценили отмену ранее наложенных госслужбой ограничений на работу предприятия. Приговором Тираспольского городского суда от 26 сентября 2014 года руководители ООО «Эроплан» Бевзюк, а также Бешляга были признаны виновными. Им назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В Следственном комитете говорят, помимо этого каждый обвиняемый должен будет выплатить штраф в 60-ти кратном размере от суммы взятки, что составляет 26 миллионов 640 тысяч рублей. Александр Кожухарь, Роман Донец, Первый Приднестровский телеканал. Необычная Олимпиада по всем предметам прошла в Тирасполе. Московский турнир имени Ломоносова, участие в котором принимают школьники из разных стран, открыл свои двери для юных приднестровцев о многочасовой проверке знаний. Наш корреспондент. Площадкой для проведения турнира в Приднестровье стал общеобразовательный теоретический лицей Тирасполя. В интеллектуальной гонке приняли участие более 300 школьников столицы и Днестровска. Попробовать свои силы в многопредметном соревновании могли ученики 6 по 10 классы. Особый интерес участников вызвали неожиданные вопросы в заданиях. По лингвистике очень было интересно то, что знания русского языка практически не требовались, а только задания как на логику были. По истории я как 11 класс должна проходить сейчас 20 век, но задания были разноплановые, то есть там были и вопросы про Африку, были вопросы про Средневековье. Чтобы подготовиться к соревнованиям такого уровня, одной школьной программы недостаточно, отмечают школьники. Многие участники провели не одну бессонную ночь в преддверии турнира. Я заходил на сайты различные, также на сайт турнира, смотрел, какие вопросы были в прошлом году, какие когда-то были, чтобы посмотреть и понимать, что меня в принципе более-менее ждет. Больше всего волнуются 11-классники. От результатов их работ, проверять которые будут специалисты из различных московских институтов, могут зависеть условия поступления в российские вузы. Для 11-классников она дает возможность реализовать себя, проверить уровень знаний. И если по уровню знаний ребята себя сумеют реализовать, то они будут получать дополнительные бонусы при поступлении в высшие учебные заведения России. В целом турнир длился около пяти часов. После работы отправят в Москву. Свои результаты каждый участник сможет увидеть на официальном сайте турнира. Валентин Васильев, Николай Беркиншток, Первый Приднестровский. Ее именем назван театр. В честь 95-летия советской актрисы, педагога и режиссера Приднестровского театра драмы и комедий Надежды Аронецкой в Историко-Кровическом музее открылась выставка. Почтить светлую память первого режиссера Государственного театра пришли заслуженные артисты и ученики Аронецкой, а также почитатели ее таланта. Подробности у Елены Костелей. Безодержимости нет театра, так говорила Надежда Степановна. Сегодня в этой комнате все напоминает о трудах заслуженного деятеля искусств Приднестровья. Всего 70 экспонатов. Это личные вещи, черно-белые фотографии, афиши, исторические заметки, документы и даже театральный грим 80-х годов. А это легендарный сценический костюм, задействованный в различных постановках, над многими из которых трудилась и сама Надежда Аронецкая. Надежда Степановна умела очень хорошо работать с актерами. Я сегодня вспоминаю, как работала она и как вкладывала она душу того персонажа, которого предстояло исполнить актеру. А мы думали, что это мы сами пришли к этому результату. Надежда Степановна могла просить многое, кроме равнодушия. Причем как на сцене, так и в жизни вспоминают актеры. В течение 10 лет она была главным режиссером театра. На Тираспольской сцене было поставлено более 30 спектаклей, а многие постановки Аронецкой получили всесоюзное признание. Артистка Государственного театра Людмила Байрактарова вспоминает ее как духовного наставника. Ее знакомство с Надеждой Степановной состоялось еще в 70-х годах. Такое проникновение в душу, в сознание Надежды Степановны, я имею в виду, произошло и повлияло в то, что повлияло на мою дальнейшую жизнь, наверное, я нигде бы вот такого человека не встретила. Она безумно любила театр, она без театра не могла, она пожертвовала всем ради театра. И вот эту энергию она вложила в каждого из нас. Праздник Веры, Надежды и Любви. Аронецкая, родившаяся 6 сентября, не просто так считала своим вторым днем рождения. Ее безграничное упорство и Вера проявлялась тогда, когда Надежды уже совсем не оставалось. В том числе и об этом рассказывают экспонаты выставки. Она продлится до 30 октября. И теперь о спорте. На днях приднестровские футболистки праздновали очередную победу в рамках национального первенства. Наши борцы отмечали открытие спортивного клуба «Тори». Все подробности далее. Тираспольский спортивный клуб, выпустивший не одно поколение мастеров спорта по борьбе дзюдо и самбо, получил новый толчок развития. Официальное открытие – это награда, за которую наши дзюдоисты боролись 29 лет. В обновленном виде спортивный клуб «Тори» будет работать с еще большим энтузиазмом. Очень хотелось бы, чтобы и в дальнейшем вот эта преемственность и в других видах спорта, не только в дзюдо, но и в других, она сохранялась. Именно через это мы будем воспитывать наших спортсменов, на примерах которых мы будем воспитывать наших детей. Раньше борцам здесь приходилось ютиться. Теперь у спортсменов есть все условия для полноценных тренировок. Душевые, раздевалка и просторный зал. Его площадь увеличилась вдвое. Сегодня это площадка для дальнейшего роста в борьбе. Именно здесь начинающие атлеты ведут подготовку к взрослой арене. Здесь в основном занимаются маленькие дети. И всегда так было, что когда дети подрастали, мы всегда их передавали в школу прорывоваться. Мы потихоньку начинаем их втягивать на день борьбы, начинаем с ними заниматься на городском стадионе. И мы потом передаем уже готовых спортсменов, готовых спортсменов нашему городу. Самые массовые в клубе – секции начальной подготовки. Именно здесь юные спортсмены борются за право в будущем попасть в группы спортивного мастерства. Набирает обороты чемпионат Молдовы по футболу среди женских команд. В минувшие выходные прошли матчу третьего тура. Терраспельский клуб «ПГУЗ Дюшор-4» принимал на своем поле соперниц из Кагула. Команда Виктора Сеника подошла к домашнему поединку с боевым настроем. Ранее она обыграла Академию и Бельский клуб. Счет хозяева поля открыли уже на девятой минуте матча. Юлия Фурашева с нескольких метров отправила мяч в сетку, а Каролина Цабур до перерыва сотворила покер. Во втором тайме Маргарита Панова сменила амплуа и вышла в нападение. В оставшееся время ей удалось оформить дубль. Еще по голу забили Виолетта Митцеллы и капитан Надежда Колесниченко. 9-0 – таков итоговый счет поединка. Так как команда слабенькая, только начинающая, мы должны были сегодня на ней и начинать работать, вырастать и показывать ту игру, где нам будет удобнее, легче принять, где отдать. И этот матч должен был нас также учить, что даже если слабая команда, мы не должны расслабляться, мы должны также держаться на уровне, как в принципе и умеем. По итогам трех туров в чемпионате воцарилось двоевластие. Первое место наша команда делит с молдавским клубом «Нарок». Юлия Саркопут, Василий Рыжкован, Первый Приднестровский. Это были главные новости на сегодня. Об этих событиях и не только вы можете узнать на сайте нашего телеканала. А теперь о погоде на завтра. 1 октября в Москве облачно, ночью плюс 5, днем 8 градусов тепла. В Киеве малооблачно, ночью плюс 7, днем плюс 14. В Кишиневе облачно с прояснениями, ночью 14, днем 21 градус выше 0. В Кенвале облачно, небольшой дождь, ночью плюс 11, днем плюс 15. В Сухуме облачно, дождь, ночью 20, днем 21, со знаком плюс. В нашей республике, по сообщению Гидроминцентра, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный 7-10 метров в секунду, атмосферное давление выше нормы. Температура воздуха ночью по северу республики плюс 7, плюс 9, днем плюс 16, плюс 18. Столица ночью плюс 8, 10, днем плюс 17, плюс 19. В последующие сутки погода без осадков, понижение температуры воздуха. Спонсор метеовыпуска – сеть магазина бытовой техники «ХайТек». Интернет-магазин «ХайТек МД». Это супермаркет электроники и бытовой техники у вас дома. Огромный ассортимент и удобная оплата. Выбирайте. И мы доставим технику бесплатно прямо к вам домой. В нашем магазине действует скидка 5%. Интернет-магазин «ХайТек МД». Отличный вариант для тех, кто экономит свое время и деньги. Такими событиями запомнился этот день. Хорошего вам вечера. Напомню, что далее в эфире Первого Приднестровского фильм, посвященный Надежде Орнецкой. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok